Евросоюз намерен вести санкции в отношении ряда китайских компаний за предоставление помощи России для ведения войны против Украины. Речь идет о технологическом оборудовании. Также новые ограничения затронут китайский экспорт и инвестиции. Введение санкций может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином, так заявили в Министерстве иностранных дел Китая. Подробнее расскажет Кристина Домбровская. Вероятно, семь китайских компаний окажутся в одиннадцатом санкционном пакете Евросоюза, согласованном с Соединенными Штатами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анонимные источники. Их уличили в торговле технологическим оборудованием с Россией. По информации издания, товар был предназначен для системного ведения российских ракет. Новый пакет будет обсуждаться государствами-членами ЕС на этой неделе, отмечает Bloomberg. У Китая есть моральный долг способствовать справедливому миру. Они не могут быть на стороне агрессора. Они не могут военным путем поддерживать агрессию. Это наше послание Китаю, исходя из сегодняшней встречи и всех визитов лидеров стран Европейского Союза в Пекин. У нас есть серьезные опасения по поводу проблем, связанных с превращением экономической зависимости в оружие, а также нерыночной политикой и практикой, в том числе со стороны КНР. И мы обсудили пути решения этих проблем. Некоторые китайские технологические компании уже включены в санкционный список Соединенных Штатов. Действия ЕС вызвали недовольство Пекина, который стремится помешать Брюсселю встать на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние. Глава китайской дипломатии Ван И призвал ЕС не использовать российско-украинскую войну в качестве передлога для введения санкций против китайских компаний. Брюссель до сих пор избегал прямого давления на Китай, в частности из-за отсутствия доказательств прямых поставок вооружения Москве. Сложившаяся ситуация не служит ничьим интересам и в корне угрожает законным интересам Китая в стабильных и упорядоченных отношениях в Восточной Европе. Ван И, глава Комиссии по иностранным делам Китая. На сайте ведомства. На этой неделе Киев посетит специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй. Это первый визит дипломата из Пекина после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он намерен обсудить вопрос мирного урегулирования российско-украинской войны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. После визита в Украину китайский дипломат отправится в Польшу, Францию, Германию и Россию. Визит китайского представителя в эти страны является еще одним проявлением приверженности Китая продвижению мирных переговоров. Он полностью демонстрирует, что Китай твердо стоит на стороне мира. В конце мая на четвертой встрече Совета ЕС и США планируют согласовать совместные действия в отношении Китая. В частности, скоординировать методы контроля над экспортом микрочипов и других товаров из Китая в Россию. Стороны также намерены сотрудничать в борьбе с информационными манипуляциями. Речь идет о российской пропаганде о войне в Украине, опубликованной в Китае. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. С нами на связи Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов. Дмитрий, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер. На сайте CGTN, это китайская государственная медиа-компания, медиа-империя, я бы даже ее так назвал, буквально 14 мая вышла статья Брэдли Бланкин. Шипа – это внештатный репортер CGTN, находящийся в Праге, американский политолог и журналист. Статья, интересно, называется, что санкции Европейского Союза в отношении Китая из-за Украины, прекрасная, как мне кажется, формулировка, были бы совершенно нелогичными. Объясняет господин журналист Бланкиншип свою позицию тем, что санкции в отношении Пекина в состоянии, когда европейская экономика больна, именно так говорит журналист, были бы попросту нелогичными, потому что выгоднее, конечно же, продолжать торговлю со страной, которая не осуждает неспровоцированную войну против Украины, со стороны Российской Федерации. Это мнение журналиста, которое выражено на одном из сайтов одной из медиа-империй. Но такие мнения могут ли, по вашему мнению, быть среди государств, которые будут принимать решения в отношении санкций против Китайской Народной Республики? Так, смотрите, вот этот журналист, это тот журналист, который нанят корпорацией CGTN и который пишет обязательно про китайские репортажи. Это распространенная практика для китайских медиа. То есть, такую модель приблизительно они, я думаю, у россиян подсмотрели. Но не суть. Вот, находясь в Праге, тем не менее, он пытается подать этот материал как такой, который отражает интересы Европейского Союза. На самом деле, интересы Европейского Союза связаны не только с деньгами, но и с ценностями. И вот эти вещи китайские корреспонденты, а также те, кто нанят ими, они не придают этому никакого значения. Для европейцев же и для американцев доминирующее значение имеют именно вот либеральные ценности, сохраняется значение свободы слова, человеческих прав и демократической формы правления. И именно это то, почему они поддерживают Украину и украинский народ. Никто при этом не руководствуется соображениями выгод, потерь, денег и так далее. То есть, на каком-то этапе в Европе действительно опирались на подобную логику. Но потом, то есть, они пытались развивать экономическое сотрудничество с Россией для того, чтобы снизить уровень ее агрессивности. Особенно Германия в этом преуспела. Да, но потом они убедились воочию, что это не способствует достижению их целей. Такая политика является хыбной, ущербной. И она не приводит к желаемым результатам. Поэтому в Европе наблюдается сейчас разворот именно к европейским и западным ценностям. Это то, что либо не понимают, либо игнорируют в Китае. Поэтому мы можем наблюдать такие репортажи. Давайте мы тогда продолжим. И все-таки хотелось у вас спросить. Вот эти совместные действия в отношении Китая, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. То, что должно произойти на встрече в этом месяце, что будет обсуждаться и так далее. Вот хотелось бы об этом с вами сейчас также поговорить. Как может выглядеть, можем говорить, да, определенная стратегия, стратегический план. Как он может выглядеть. Это исключительно будет касаться все-таки экономической составляющей. Либо же все-таки здесь и будет и политическая в основном составляющая. И как все-таки, ну скажем так, после того, как эта стратегия будет предложена. Потому что я понимаю прекрасно, что это возможно какой-то даже будет документ. Как вы считаете, когда ли тогда могут развиваться вот эти отношения Китая, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки? Я думаю, такая стратегия будет предложена. Уже несколько итераций, несколько подходов было сделано. Она сейчас обкатывается, эта стратегия. В ней присутствуют разнообразные оттенки. Но я бы свел все к тому, что это будет предложение строить международные отношения на основе так называемого принципа или подхода rules-based order. То есть меропорядок, построенный на определенных правилах. Это та идея, которую продвигают американцы. И сейчас, после вот этих консультаций на высшем уровне, я так думаю, произойдет определенная синхронизация того, что европейская сторона и американская сторона вкладывают в это понятие. В общем и целом, это понятно. Но, тем не менее, существуют разногласия, есть разные интерпретации. Вплоть до того, что есть даже какие-то особые уникальные подходы, как продемонстрировала Франция и ее лидеры. И это не означает, что в европейско-американских взаимоотношениях разлад нет. Наоборот, путем вот такого публичного диалога, что также является одной из ценностей западной цивилизации, путем публичной дискуссии проверяются и отбираются самые лучшие идеи или гипотезы. И потом они вместе объединяются в целостную стратегию, которой дальше придерживаются все участники, внесшие вклад в ее разработку. Поэтому я на это смотрю как на рабочий процесс, который в конечном итоге приведет нас к какому-то конкретному, четко выраженному, емкому результату. И Китай разрабатывает в ответ свою стратегию. Это можно назвать, или китайцы уже это назвали, как международный порядок, основанный на международном праве. И вот это понятие очень размытое и очень нечеткое. Потому что крупные страны, не только Китай, не только Россия, но и Соединенные Штаты и некоторые другие крупные страны, замечены в том, что несмотря на публичную декларируемую приверженность международному праву, нередко злоупотребляли этим правом, трактовали его в свою пользу и так далее. Естественно, никакого арбитра в международных отношениях касательно того, как трактовать это право, не существует. И это позволяет таким крупным государствам пользоваться и самим правом, и даже формулировкой понятия этого права. Поэтому вокруг этого будет дебат. В отношении, простите, за каламбур Европейского Союза и Китайской Народной Республики не так давно Жозепа Боррель говорил о том, что ЕС меняет свою стратегию относительно Китая. Отныне это одновременно и соперник, и конкурент, но все еще партнер. Можем сейчас услышать цитату Жозепа Борреля, и после вернемся к обсуждению. Я настаиваю на том, что это области, где интересы ЕС и Китая сходятся, и нам нужно работать вместе. И вместе с Китаем решать все глобальные проблемы, климатическую, а также управление долгом и здравоохранение. Но мы также просим Китай действовать в соответствии с международными правилами и нормами, и выполнять их полностью, а не выборочно. Когда дело доходит до оправдания России войны против Украины, Китай, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, несет ответственность за защиту Устава ООН. По вашему мнению, Дмитрий, как Пекин в контексте экономическом может реагировать на подобные заявления из Брюсселя, ограничивая торговлю между Европейским Союзом в целом и Китайской Народной Республикой, либо же еще какие-то инструментарии есть сейчас в руках Си Цзиньпиня? Вот видите, опять в речи Баррели прозвучали вот эти правила, международные правила. Одно из обвинений из Пекина заключается в том, что непонятно, кто устанавливал эти правила, кто их вырабатывал. На самом деле вообще понятно, это были правила, выработанные после Второй мировой войны, победившей западной цивилизацией, а Китай и некоторые другие цивилизации в выработке этих правил практически не участвовали. И вот это то, что сейчас, если не публично, то по сути неформально оспаривается в Китае. Китай очень заинтересован в том, чтобы найти себе партнеров, как такого потенциального партнера в этом процессе Китай для себя рассматривает и Европейский Союз. И в двусторонних отношениях они пытаются всячески сглавить все противоречия, которые между ними существуют. Поэтому, несмотря на то, что из европейских столиц или из уст европейских топ-чиновников периодически звучат критические замечания в адрес Китая, китайцы все равно настойчиво ищут пути развития этих комических отношений. Китай верит, судя по всему, что подобный подход поможет сближению Китая и поможет Европе развивать отношения с Китаем как противовес отношениям с Соединенными Штатами, поможет развивать задекларированную президентом Францией Макроном стратегическую экономику. И после того, как Европа наберет больше сил, она сможет проводить более независимую политику от Соединенных Штатов, что поможет Китаю продвигать свои интересы на европейском континенте, пользуясь двусторонним сотрудничеством с отдельными странами, членами Европейского Союза. Еще один контекст. Юанизация международной экономики. Долгое время Пекин пытался отойти до долларовой составляющей в своей экономике в аспекте торговли с другими странами. Сейчас же ваши коллеги в том числе говорят о том, что Пекин пытается давить на своих союзников, если такое слово вообще можно употреблять в контексте Китайской Народной Республики, для того, чтобы они переходили все чаще на оплату как раз экспорта в юанях. Есть два примера. Это Аргентина и Бразилия. Не так давно достигли соглашения об оплате китайского импорта в юанях, а не в долларах Соединенных Штатов Америки. Это и есть китайский ответ на те угрозы, которые, по мнению Пекина, звучат из Брюсселя и Вашингтона? Нет, нет, абсолютно. Тут два момента присутствуют в вашей цитате. Первое. Отношение между Аргентиной и Бразилией и попытка перейти на расчеты в юань – это некая фронта. Это демонстрация Соединенным Штатам своей претензии, своего намерения проводить автономную независимую политику от лидера или, скажем, даже откровенно, гегемона в западном полушарии. И, естественно, что таким потенциальным партнером, с помощью которого можно выстроить противовес, является для Бразилии, Аргентины и Китая. Теперь по сути перехода к юанизации. Я считаю, что на данном этапе это невозможно. Невозможно не потому, что страны не хотят, а потому что не готов к этому Китаю. Для того, чтобы юань стал международной платежной единицей и средством расчета под стать доллару, Китаю необходимо провести некоторые реформы. В первую очередь эти реформы касаются открытия китайских финансовых рынков для движения капитала внутрь Китая и из Китая. Если Китай это сделает, тогда международные игроки получат возможность ввести свои расчеты в Китае, а дальше использовать финансовый рынок Китая для того, чтобы конвертировать избытки или излишки юаней в какие-то ценные активы. Но поскольку финансовый рынок Китая не открыт, у них этой возможности нет. Соответственно, привлекательность юаня низкая. С другой стороны, если Китай пойдет на эти реформы, если Китай откроет свой финансовый рынок, Китай ждет очень большой финансовый коллапс. Миллиарды долларов хлынут из Китая в другие страны, потому что в Китае внутренняя процентная ставка не играет той экономической роли, в которой она на самом деле должна играть. Она не отражает ценность инвестиций, и поэтому вся китайская модель построена на том, чтобы искусственно накачивать разные отрасли экономики и инвестиций. И как только рынки будут открыты, финансовые барьеры сняты, эти все доллары, простите, не доллары, а юаней, хлынут за границу и будут инвестированы в других странах. У Китая существенно снизится темп экономического роста, если не сказать, что Китай попал в экономический кризис. Китай это все понимает, поэтому они не готовы к тому, чтобы открыть свой рынок капитала. Дмитрий, спасибо вам огромное за анализ. Напомню, что Дмитрий Ефремов был с нами на связи, эксперт Украинской ассоциации китаеведов.